В Ингушетии с рабочим визитом также побывал первый заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Сергей Меликов. Вместе с главой республики он посетил несколько объектов, в числе которых строящаяся база ОМОН, расположенная в Карабулаке, где предусмотрены все помещения, необходимые для подразделения. База рассчитана на 94 человека из отдела обеспечения и в целом до 200 сотрудников. Меликов сделал некоторые замечания строителям и контролирующим органам. По ним даны соответствующие поручения. Итоги визита Меликова подвели на протокольную встречу с главой Ингушетии. Руководитель субъекта поблагодарил высокого гостя за визит в республику и за ту поддержку, которая была оказана Сергеем Меликовым в должности полномочного представителя президента ВСКФО. Сергей Дмитриевич, приветствую вас в республике. На новую должность, как вы уже перешли, вы впервые в республике. Крайний раз вы сюда заходили в кабинет, чтобы был предан. Теперь уже, кажется, уже первого заместителя рад приветствовать. И хочу еще раз выразить огромную благодарность за ту совместную нашу с вами работу, за ту колоссальную помощь, которую оказали вы и ваша команда в период руководства округом. И, конечно, те задачи, которые мы с вами начинали, и вы независимо в должности занимали, никогда не находитесь в стране, вы же вы интересуетесь, чем мы занимаемся, в том числе и те задачи, которые мы с вами начинали, те объекты, которые мы начинали, тот же перинатальный центр, та же детская больница, и дворец спорта великолепный, и школы, и садики, и те же заводы предприятия, которые мы с вами посещали, они запущены, они работают. Поэтому вам тоже за такие объекты, за такую помощь огромное спасибо. И сегодня вы в республике живете в другом качестве. По линии ведомства Росгвардии у нас вопросов нет, проблем нет, все идет ровно, неких замечаний, нареканий к вашим подчиненным или нашим подчиненным нет. И здесь я еще раз хочу выразить благодарность и вам, и целому руководству Виктору Васильевичу за то внимание, которое сегодня окажется республике, и сотрудникам, работникам, военнослужащим, и полка, и в целом военнослужащим Росгвардии, который сегодня достойно выполняет свой долг на территории республики. В дальнейшем, конечно, готовы всегда быть с вами, помогать, поддерживать, ну и не сомневаясь в вашей помощи. На самом деле очень приятно было проехать по Ингушетии и увидеть то, что сегодня в республике происходит. Я как бы одним глазом смотрю как портрет, одним глазом уже как представитель силовой структуры, но я понимаю, что на сегодняшний день у силовиков будет меньше работы, не в плане того, что мы лениться начнем, но я имею в виду той боевой работы, которая, к сожалению, приводит к потерям, в зависимости от того, насколько социально-экономический комплекс республики развивается. Мы сегодня увидели в Карабулаке новые микрорайоны, увидели сегодня производство, которое развивается вот вблизи Карабулака, в Карабулакском районе. Значит, по трассе мы сегодня ехали, увидели, значит, новые объекты, которые в том числе и предполагают места отдыха или проведения каких-то мероприятий гражданами. Конечно, это радует. Вот еще несколько лет назад вечером по Ингушетии было ехать страшно, не потому что страшно, а потому что было темно. Сегодня едешь по трассе, по федеральной, по другим дорогам, все подсвечивается, все очень цивилизованно, все красиво. Поэтому я бы хотел вот в этом отношении самые добрые слова сказать и в ваш адрес, как главы республики, и в адрес всех граждан республики Ингушетии с наилучшими пожеланиями. Особенно вот хочется эти пожелания в этом году довести до людей. И одновременно с успехами пожелать им добра и благополучия в году, когда республика празднует свою юбилейную дату. Вот, 25 лет с одни образованием. Юрий Шмидович, одновременно хотел бы вам выразить признательность и передать самые добрые слова от главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Сынча Золотова. Он знал, что у нас будет встреча, он знает наши отношения, он тоже очень тепло относится к вам лично и к народу, который вы представляете. Поэтому самые добрые пожелания от него я тоже вам должен передать. Мы сегодня стоим на очередном этапе строительства войск национальной гвардии, основным элементом которых являются территориальные органы. Это решение Верховного Главнокомандующего, оно абсолютно правильно, потому что именно территориальные органы будут находиться при их полном развертывании ближе к людям, к населению и получать как информацию от населения, так и реализовывать те госуслуги, которые предназначены реализовывать национальные гвардии. Но главное, конечно, это не госуслуги, а обеспечение безопасности населения. И вот на этом уровне задача по обеспечению безопасности населения, охрана общественного порядка возложена в наши территориальные органы. Мы сегодня развиваемся благодаря взаимоотношениям добрым практически со всеми главами регионов Российской Федерации. Это развитие ее планово и поступательно. Сегодня мы с вами побывали на базе отряда мобильного особого назначения. И завершение этой базы, наверное, позволит оптимизировать ориенционно-штатную структуру отряда так, чтобы он действительно являлся гарантом общественной безопасности и основным элементом охраны общественного порядка в республике Ингушетия. Я вам обещаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы эту задачу реализовать в ближайшее время и базу сделать тоже достойной, вот такой, которая была бы, может быть, даже неким объектом для проведения занятий или сборов с другими структурами, которые выполняют подобные задачи с нашими структурами разговора. Во-вторых, сегодня мы с вами побывали в полку, определили мероприятие по дальнейшему развертыванию тероргана и совершенствованию его пункта размещения, пункта дислокации. Опять же, хорошо, что вы полностью это понимаете, что от функционирования этого органа будут зависеть мероприятия, связанные с комфортностью проживания на территории наших городов и сел нашего населения. Спасибо.